Приветствую всех. Вы очень классные все. Хотел так отметить параллельно. Мне очень нравится вот эта компания вся духовная, потому что с тобой так душевно. Очень много любви в этой атмосфере. Но у меня закралось такое небольшое сомнение. Хотел бы поделиться. Возможно, вы просто проясните этот момент для меня и для всех остальных тоже участников. Почему среди автономов, среди бритвянцев нет пожилых, очень пожилых людей с возрастом, скажем, от 80 до 100 лет или больше? Неужели это такая новая прорывная технология? Ну, это не новая технология. Есть люди и гораздо, гораздо и гораздо старше, чем вы назвали этот возраст. Но просто, понимаешь, если мы говорим действительно о тех моментах, когда человек начинает самопознавать, познавать себя, познавать то пространство, в котором он существует. Когда он начинает истинно познавать не вот это философское философствование, чтобы пофилософствовать на философские темы с философскими людьми, а именно вот это познание мира, то на каком-то определенном этапе ему неинтересно доносить какие-то вещи, потому что если мы говорим о каком-то одном уровне, то мы можем донести. Если мы переходим на другой уровень, то не все могут понять, и как бы зачем. Ну, неужели этот человек, извиняюсь, это так вот, ну, перебил немного, ну, просто это важный момент, я просто, может быть, ну, будет важно, что сейчас именно вот замечу. Неужели вот эти люди, они не осознают, что? Тем самым, когда они скрываются от общества, они закрывают возможность для остальных видеть, что это реально возможно. Ну, когда, допустим, если бы я видел, что есть люди, которым 150-200 лет, и которые до сих пор живы, хотя бы просто там на видео каком-то, я бы, блин, у меня появилась бы бешеная мотивация, я бы все сразу бросил, все к чертям собачьим, потому что я бы знал, что я неправильно живу прямо сейчас на 100%. А сейчас я вот в таких сомнениях, понимаете, вот в качели он. Ну, во-первых, я тебе отвечу таким, так, что первый момент, чтобы ты увидел, что этому человеку 200-250 лет, ему нужно будет как минимум показать тебе паспорт. Как минимум показать тебе паспорт, не факт, что ты скажешь, что это не фотошок. Это второй момент. Третий момент. Эти люди со стороны... Со стороны политики они очень неудобны. Это полностью ружит всю экономику страны, поэтому им никто не даст вылезти на всеуслышание, что они могут вот столько лет они живут, и они могут вот не питаться, не кушать. Это неудобно. Это политический вопрос. Это второе. Это какое же? Третье, да? Вот. И если они будут... Тут, понимаешь, тут же нет остановки. Когда ты начинаешь развиваться, когда ты начинаешь осознавать, к тебе приходят другие моменты. И даже на сегодняшний день я только на начальной стадии развития, но некоторые вещи я рассказать на общей публике не могу, потому что если я их расскажу, мне скажут, ну, насмотрелась в фильмах дурная какая-то, этого не существует. И это у меня только начальная стадия. А те люди, которые в этом процессе уже несколько... некоторое время более длинная... Насчет этого, да, вы правы, да, с этим я согласен. То, что есть определенный порог принятия информации человеком, и неподготовленный человек не способен принять там на два-три порядка дальше информацию, чем он сейчас... Он готов только следующий уровень поднять максимум. И то не всегда. В зависимости от своих там подготовленных сил. Ладно, спасибо большое. Ответили, скорее всего, на этот вопрос. Сложилось мнение такое. Спасибо, благодаря. И я могу немного добавить, как то, что мне видится. Как только каждый человек переходит на тот уровень, который уже в данный момент остается позади, ну, например, начинаем мы практиковать конкретно. Я думаю, что Светлана уже встречает таких людей, потому что как только мы уже имеем опыт и понимание, узнавание тех людей, эти люди попадаются. Потому что у моих друзей, которые уже практикуют давно, у них есть опыт встречи с такими людьми. Понимаете, как только мы становимся видимыми и видим тех, которые как мы, вы понимаете, мы становимся... И как только мы вибрируем на тех же вибрациях, да, вот такое масло масляное, как только мы становимся на тех же вибрациях со своими, мы узнаём друг друга, как и здесь. Как только, если мы идём глубже и глубже, я уверена, что каждый раз нас на этом пути, на том уровне мы будем встречать себе подобных. Поэтому таких людей достаточно много, и действительно, Света верно сказала, это тоже со мной откликается, что нет смысла, потому что таких людей преследуют. Они действительно не угодны обществу, поэтому здесь нужно поосторожнее.